Привет, дорогие друзья! Это канал в гостях Уанушки. Сегодня я приготовлю вишневый пирог. Пирог сегодня готовлю с меренговой шапочкой и очень вкусным песочным тестом. Также расскажу вам, как подготовить вишню для выпечки, чтобы она не растекалась. У меня здесь 550 г вишни с косточкой. Первым делом удаляю косточку. На сегодняшний день очень много есть приспособлений, как вытащить косточку из вишни или из черешни. Но я сделаю это так, как делали это мы все детство. При помощи булавки вот так легко вытащить косточку из вишни или черешни. Вишня у меня очень кислая. Я беру 100 г сахара для вишни. Это полстакана. У меня стакан на 200 г. Если используете другие ягоды, клубнику или малину, тогда берите меньше сахара. Примерно 50 г высыпаю в вишню. Слегка все перемешиваю. Нужно, чтобы вишня пустила сок. Когда вишня пустит сок, отправимся к плите. Также для вишни в качестве загустителя нам понадобится крахмал 25 г. Берем столовую ложку и вот так вот пальчиком снимаем вверх. И это получится ровно 10 г. Берем 2 ложки и примерно еще половину ложки. Оставшийся сахар соединяем с крахмалом. Все хорошо перемешиваем. Когда вишня пустила сок, отправляемся к плите. Включаем средний огонь. Аккуратно все перемешиваем. Нам нужно, чтобы сахар растворился. И когда появляется вот такое вот кипение, добавляем крахмал с сахаром. Все хорошо перемешиваем. Если у вас посуда с тонким дном, делайте огонь ниже среднего, чтобы ничего не горело и не прилипало. Сахар растворится, снова появится много сока. Теперь нужно все будет уваривать до загустения. От плиты не отходим. Масса загустеет очень быстро. Примерно 3-4 минутки. Регулярно все помешивайте и не допускайте сильного кипения. Как только вот так вот хорошо все загустело, варю еще примерно 40 секунд и снимаю с огня. Вот такой вот красивый насыщенный цвет вишни получается. Ее можно использовать и не бояться, что выпечка растечется. Это готовая начинка для пирожков, для штрудли, для любой выпечки. Теперь вишню нужно остудить. Я перекладываю ее в другую посуду и накрываю пленкой в контакт, чтобы сверху не образовалась сухая корочка. Дальше я желтки отделяю от белков. Желтки идут в тесто, белки пойдут сверху на меренговую шапочку. Белки я сразу отделяю в посуду, в которой буду их взбивать. Посуда обязательно должна быть сухой и чистой. Если на посуде будет хоть капля жира, белки не получится взбить в пышную пену. Теперь начинаю приготовление теста. У меня здесь 100 грамм маргарина. Маргарин хорошего качества. Также можно использовать масло. К маргарину добавляю 2 столовые ложки сахара. Вы можете добавить меньше. И щепотку соли. Также добавляю ванильный сахар. Все хорошо перетираю. Теперь сюда отправляю 3 желтка. Также все хорошо перемешиваю до однородности. Как получилась вот такая вот масса, добавляю муку. Для начала добавляю 150 грамм муки. У меня стакан на 200 грамм. Наполняю его полный. Прижимаю вот так вот ложкой. Здесь ровно 150 грамм. В муку добавляю пол чайной ложки разрыхлителя. Все хорошо перемешиваю и обязательно просеиваю. У меня получилось вот такое вот тесто. Здесь еще мало муки. Теперь подсыпаю понемногу муку. Когда получилось вот такое вот мягкое тесто, оно уже собирается в комочек, но при этом еще липковато, переношу его на стол и аккуратно вымешиваю. Стол обязательно подпыляю мукой и делаю нелипкое тесто. Тесто должно получиться очень мягким и нелипким. Муки уходит примерно 180-200 грамм. Вот такое вот получается мягкое тесто. Теперь его можно убрать в холодильник минут на 10, чтобы оно стало более твердое. Как убрала тесто в холодильник, сразу же включаю духовку на 180 градусов, чтобы духовка разогрелась. Достаю тесто из холодильника и буду раскатывать на пергаменте. Также можно раскатать его на силиконовом коврике. Такое тесто раскатывать на столе, подпыляя стол мукой, я вам не советую, иначе вы забьете тесто мукой. Пирог я буду выпекать в овальной форме, поэтому раскатываю тесто в более овальную форму. Если у вас квадратная или круглая форма, раскатывайте тесто под вашу форму. Теперь пергамент переворачиваю и выкладываю сверху на форму. Тесто песочное, форму я ничем не смазываю. Убираю пергамент и поправляю тесто. Края оставляю повыше, так как тесто во время выпекания подтягивается и оседает. Теперь тесто вот так вот хорошо наколю вилочкой, чтобы оно не поднималось во время выпекания. Убираю форму в хорошо разогретую духовку и выпекаю примерно 17-15 минут. Край теста должен немножко подрумяниться. Теперь можно начинать взбивать белки. К белкам добавляю щепотку соли и начинаю их взбивать на средних оборотах миксера. Взбиваю примерно 3 минутки. После этого включаю максимальную скорость и взбиваю до первых устойчивых пиков. И после этого уже добавляю сахар. Сахара нужно взять 130-150 г. Это вот такой вот неполный стакан сахара. Для того, чтобы сахар быстрее растворялся в белках, я вам советую измельчить его примерно 3-4 минутки в блендере. Белки и сахар добавляем постепенно, по 1 столовой ложке, примерно в 1,5-2 минуты. Когда взбились белки до такого состояния, я добавляю столовую ложку лимонного сока. Все хорошо перемешиваю и перестаю взбивать. Белки готовы. Также в процессе взбивания в белки я добавляю ванилин. Вот такие густые, плотные белки получаются. Достаю тесто из духовки. Вот так вот хорошо тесто подрумянилось. Теперь сверху выкладываю вишню. Равномерно распределяю вишню. Сверху буду отсаживать безе. Если у вас нет кондитерского мешка и такой насадки, тогда просто безе выкладывайте сверху на вишню и при помощи ложки разравнивайте. Ложкой также можно сделать рельефный рисунок и будет тоже очень красиво. Пирог я убираю в духовку еще на 18-15 минут. Внимательно слежу за тем, чтобы меренга не сгорела. Когда меренга сверху полностью подрумянилась до нужного мне цвета, я достаю форму из духовки. Вы можете подержать меренгу подольше и больше подрумянить ее сверху. Меренга сейчас покрылась хрустящей корочкой, но когда все остынет, она станет мягкой. Пирог обязательно нужно полностью остудить, и после этого можно нарезать и подавать к столу. Посмотрите, какая красота! Думаю, вы уже понимаете, насколько это вкусно! Меренговая шапочка получается очень нежной, воздушной. Песочное тесто не твердое, оно мягкое и рассыпчатое. Думаю, такой пирог очень достоин вашего внимания. Спасибо, что были со мной! Не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях, я всем отвечу. Желаю всем успехов на кухне, хорошего настроения и приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok